Новый учитель приехал. Последнюю свою роль Владимир Меньшов сыграл в студенческом кино. Именитый актёр и режиссёр согласился поучаствовать в коронкометражке начинающего режиссёра Виктора Салимьянова. Фильм «Убийца» уже после смерти артиста в октябре получил гран-при российского этапа международного студенческого фестиваля в ГИК. Владимир Валентинович был чудесным мастером. Нам, к сожалению, мы провели с ним всего два года, но он, можно сказать, что внёс в нас такой серьёзный вклад как в личности и как в профессионалов. Не преподавал какое-то пресловутое мастерство из учебников. Он просто учил нас быть людьми. Лиана Сукиосян была студенткой в мастерской Владимира Меньшова. В программе фестиваля есть её короткометражка. Девушка сняла абсурдистскую трагикомедию «Подальше». По сюжету девятилетнего мальчика Азамата настигает преждевременный экзистенциальный кризис из-за смерти бабушки. Лента на фестивале в ГИКа получила диплом по результатам зрительского голосования. История, я думаю, понравилась людям, потому что она очень простая и искренняя. Там много каких-то детских переживаний, которые мы все прошли или проходим, вне зависимости от возраста. Поэтому, я думаю, людям оказалось близко. Она смешная и наивная. Фестиваль студенческого кино в ГИК проводят уже в 41-й раз. В этом году на конкурс подали 267 заявок из 114 стран мира. И Череповец снова смог увидеть лучшие фильмы фестиваля. «Комсомолец» во второй раз становится площадкой для показов. Сеансы начались в воскресенье. Всего представлено 33 фильма для разных возрастов. У нас уже прошло три программы. Приходили зрители. На первое воскресенье были анимационные фильмы, семейные фильмы. Вчера было игровое кино. Зрители были довольны, высоко оценили. Сегодня в «Комсомольце» показывают фильмы победителей фестиваля в ГИК. 17 ноября, в заключительный день показов, череповчане смогут оценить документальное кино. Причем в прямом смысле. Перед началом сеанса зрителям выдают бланки голосования, где они поставят фильму от 0 до 5 баллов. По итогу подсчетов со всей страны наиболее понравившейся картине отдадут приз зрительских симпатий. Александр Шакичев, Анатолий Холин. Новости.